Больных с COVID-19, а также тех, кто под подозрением в инфекционное отделение Ульяновской центральной городской клинической больницы проводит через отдельные входы, которые сразу ведут в мельцеровские боксы. Сейчас в здании находится 68 человек, а за их состоянием здоровья следят 14 специалистов. В основном это врачи-инфекционисты. Сугубо интенсивный. Так сейчас свой рабочий график описывает заведующий третьим инфекционным отделением ЦГБ 28-летний Дмитрий Николаев. Врач в целом весьма скромно отвечает на наши вопросы о том, насколько тяжела сейчас работа на передовой. Дуквально пять минут времени на то, чтобы дать интервью. Действительно едва хватает времени банально перекусить, вздохнуть, передохнуть, выпить стакан той же самой воды. И не только рабочий день, в принципе, и все дежурства проходят сейчас очень, так скажем, интенсивно. Выручает отзывчивость коллег. Медики поддерживают друг друга. Вместо отдыха выбирают сверхурочку. Всякий раз найдут добрые слова. Поддержка нужна сейчас не только людям в белых халатах, но и тем, для кого они трудятся. Пациентов, рассказывает Дмитрий, осматривают по несколько раз в день. Беседы с ними касаются не только самой болезни. Приходится успокаивать нервы и снимать стресс. У этих пациентов очень большая тревожность. Они очень стревожны, переживают. У них очень много вопросов. И приходится действительно как-то еще их психологически разгружать, где-то даже иной раз подшутить, чтобы больной лишний раз улыбнулся и увидел какую-то уверенность во враче. А вот разговоров вживую со своими родными не хватает, признается инфекционист. Ограничиваются виртуальным общением или по телефону. Сегодня многие врачи переехали в близлежащие от больниц отели, чтобы уберечь от инфекции своих родных. Номера в гостиницах медицинским работникам по приказу регионального правительства предоставили бесплатно. А как вас врачи самих проверяют? То есть вы тоже измеряете температуру каждый раз, когда вступаете? Как это происходит? Да, термиметрия проводится на работе при приходе и уходе с нее. Это раз-два. У нас берут анализы, те же самые на коронавирус маски раз в неделю. Проверяемся. Пока, слава богу, все хорошо, все отрицательные маски приходят у медперсонала. Но, в принципе, мы к защите относимся очень-очень строго. В качестве защиты от коронавируса ульяновские врачи в работе используют противочумные костюмы кварц или комплект, который включает халат, пижаму, бахилы, респиратор, очки и чепчик. Работать во втором чуть проще, в то время как первый безопаснее. Однако находиться больше двух часов в таком обмундировании – настоящая пытка. Все гуляющие в интернете снимки врачей после смены в больнице – не вымысел, а суровая реальность. Через респиратор дышать – это куда сложнее. Утомляемость быстро появляется. К примеру, банально уже через два часа точно чувствуется вот эта вот слабость, нехватка воздуха. Если работник работает больше, уже понимаешь, что действительно тебя настигла та самая гипоксия. И ум куда медленнее соображает, так скажем. Дмитрий сейчас тоже живет в гостинице. Не видит родных и близких. В минуту тишины от коронавируса пытается снять напряжение. Помогает еда, сон и, если повезет, книги. Многие знакомые меня спрашивают, какие таблетки пропить, чтобы этим не заболеть. Вот тут я сразу всех поправляю. Никаких таблеток не надо пить. Самое первое, что вы должны сделать – это сидеть дома. Кто-то даже не верит в этот коронавирус. Но вот тоже вот со знакомыми общаемся. До сих пор спрашивают, а что это правда. Ну, стараюсь объяснить всем всегда, что сидите дома. На 22 апреля в Ульяновской области зафиксировано 196 зараженных коронавирусом. Ринат Алиулова, Данил Сурков. Новости Улправды ТВ.